Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями. Что ждет человека, совершившего развод? Ну, прежде всего, его ум будет, ну как бы сказать, таким ущербным, что ли, до какой-то степени становится ущербным у человека. Это означает ощущение личной неудачи внутри. Развод оставляет на всю жизнь. Это то, что мы вспоминаем со стыдом или горечью, или с болью. То есть это остается на всю жизнь у него. Такая травма. И уже другой брак он заключает либо вот в пику первой неудачи, либо в отместку первой неудачи, либо с желанием доказать первому браку, что я могу быть счастлив без всего этого. То есть сама основа брака, она совсем уже другая становится. Не любовь какая-то вот такая. То есть на зло. Да, вот или на зло, или вот доказать себе, или другим. То есть это уже совсем другое качество как бы отношений. Хотя тоже брак. И мы считаем, что мы можем забыть первые отношения. Как-то вот слюбиться, стерпиться. Ну, может быть, даже еще лучше человек попался. Да, может быть. Но все же вот это сама по себе основа для брака уже становится слабая. И что самое удивительное, что самое как бы непостижимое для современного человека, дети, они это умонастроение перенимают. Даже если им не рассказывали родители о тех разводах, которые были раньше. Каким-то образом эта связь существует очень тесная. Вот это умонастроение, оно как бы фиксируется уже в качествах человека определенных. И дети это наследуют. Вот их боль, их неудача никаким образом наследует это все, даже не зная об этом. Очень интересный момент в психологии. То есть в нашу жизнь приходят последствия за те разводы, за те разрывы, которые мы совершили. Но получается, будут ли еще последствия, поскольку мы нанесли травму детям. И, соответственно, в их жизнь тоже придут. При их поведении, когда они будут копировать поведение родителей, придут тоже страдания. Эти последствия тоже придут в жизнь родителей. Несомненно, несомненно. Главная проблема сейчас вот нашего мира в том, что дети и родители не понимают друг друга. Вот это и есть та проблема. Отсутствие как бы династии, отсутствие традиций. Означает, что у детей есть свое мнение, у родителей свое мнение. Они разделяются в какой-то момент. Почему? Потому что у них тоже нет единого мнения у родителей. И со своими родителями тоже у них не было единого мнения. Не было единой цели, не было единого знания. Ничего этого не было никогда. И когда ребенок видит, что отец и мать имеют разное мнение, он не слушает ни того, ни другого. Он будет действовать просто по-своему. Но как по-своему? Он все равно следует от них это все. Вот это парадокс просто, что происходит. Ловушка. То есть он думает, что действует по-своему, но на самом деле копирует их поведение. Да. И как он по-своему не действует, он просто те же самые ошибки будет совершать. Тут странная такая вещь получается, необъяснимая для обычного человека. Вот так работает природа. Поэтому нужна духовная традиция. В центре семьи должен быть Бог, говорится в ведах. Потому что все человеческое должно быть освящено в жизни человека. Обязательно связано с Богом. Рождение сразу нужно освящать. Брак нужно освящать. Смерть освящается. И так далее. То есть периоды жизни, когда необходимо проведить такие вот освящения нашей жизни. Иначе, иначе, то есть все это ослабнет, превратится в животное существование. Животные же тоже, они занимаются семейными делами какими-то, но там нет традиций. Согласно ведам, мы, являясь душой, являясь частичкой Бога, живем вечно. Являемся вечной душой. В плане перерождения. Человек, который развелся или ушел из семьи, кем он будет в следующей жизни? Указывается ли об этом в ведах последствия? Если он предал свою семью или Родину, или предал своего ребенка в утробе, аборт сделал, он будет предан несколько раз в ответ на это. Не найдет прибежища в этих вещах. Ни в детях, ни в семье, ни в Родине. Что сейчас происходит, ослабевает понятие Родины, понятие Матери, понятие Семьи. Ослабевает это вот по этим причинам. Что грех ослабляет все эти вещи. Поэтому очень важно верить. Мы видим, что это отражается в культуре так, что мы видим меньше-меньше героизма в обществе. Вы знаете, все трудно, плохо, и вдруг данка какой-то появляется, и сердце вырывает, все вдохновляются. Сейчас таких людей меньше-меньше-меньше-меньше. Одни легенды остаются. А потом говорят, это все вообще мифы. Не верьте во все, это люди другие. Такого и не было. Такого и не было никогда. Христа никогда не существовало вообще. Вот такие вещи. Мы тоже слышали когда-то. Это означает, что культура изменилась. Но, то есть, необходимо, что мужчины должны быть героями. Героизм воспитывается именно в семье. Именно в семьях воспитывается героизм. А потом уже семья, она дает понятие о Родине. А Родина дает понятие о Боге. То есть, все общество об этом говорит. То есть, все стремится туда. И вот это очень сильная цивилизация. Без Бога цивилизация в принципе невозможна. Мы можем действовать только пока у нас работают наши батарейки. Можно ли смягчить последствия развода? То есть, человек уже совершил этот шаг. Позже он осознал, что он был неправ, или что он мог еще предпринять какую-то попытку. Но что делать, если уже время прошло? И осознание пришло уже позднее? Ну, понятно, что будет какая-то реакция. Закон кармы работает. На любое действие есть последствия. На развод есть свои последствия. Человек должен это принять и пережить. И если у него есть силы это принять и пережить наказание, если у него есть сила оставаться перед этим человеком, трудности придут к нему. Но в том-то и проблема, что когда приходит реакция, он тоже не может пережить. С каким настроением принять? Не может пережить. И тогда совершает новые глупости. Вот так снежный ком кармы развивается. Поэтому мы говорим, нужно на чем-то остановиться. Хотя бы на втором разводе. Или хотя бы на третьем по закону разводе. Достаточно уже, хватит. И все-таки вытерпеть ситуацию, которая остается в жизни человека. За счет терпения и развития разума, и духовных каких-то энергий. Но, собственно говоря, без духовной энергии вообще семья не имеет смысла никакого. Она не нужна как таковая семья. И не семья, собственно. Только условно, что это семья. Семья, где преследуются цели деньги и сексуальное удовольствие, это называется узаконенная проституция. Там нет никаких традиций. И в том роду, где не было ни одного святого, считается род проклятый. Поэтому у нас, видите, положение тяжелое в этом смысле. Нужно именно духовное знание сейчас просто, знаете, широко распространять, чтобы люди сейчас учились этому всему. И становились на путь святости в своих отношениях семейных. И все. И все изменится. Все у нас Духа творится. Мы сможем вытерпеть те последствия кармы, которые есть, и не совершить дурных поступков. Что это означает? Что мы станем счастливыми. Просто живя друг с другом, будем счастливыми. Без всяких усилий. Когда человек очищен, он счастлив без всяких усилий. Вы сейчас сказали, это из-за того, какой отпечаток на сознание ребенка, рожденного в определенной ситуации, накладывает. Правильно ли я понимаю, что и последствия, вот эти страдания, придут в жизнь вот этих вот супругов через детей? Через детей. Чаще всего через детей приходят страдания. Потому что дети — это очень глубокая привязанность родителей. Это невозможно забыть, как-то перечеркнуть. И я в своей жизни видел мил опыт, как мне рассказывали люди, у которых отец, несколько человек, был подобный случай, покончил с самоубийством из-за сына, из-за его поведения. Не мог этого пережить. Люди не могли пережить, и они покончили жить с самоубийством. Такие примеры были нередки. Или просто неглубоко разочаровываются родители, что вообще ничего не могут делать в жизни толком. Они смысл теряют жизнь после этого. То есть это удар смертельный фактически. Наши потомки, если они становятся вот такими плохими, или очень плохими, или жестокими к родителям — это смертельный удар.